МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из-за лесных пожаров в Португалии местные жители обрушились с критикой на власти страны и считают, что чиновники могли сделать намного больше, чтобы предупредить такое количество жертв. И именно их безделье привело к трагедии, которая забрала жизни более 60 человек. Свыше 40 из них погибли на трассе номер 236, которую люди теперь называют Дорогой Смерти. Люди бросились туда, убегая от огня. Власти не сказали, что туда нельзя ни в коем случае ехать. Никто не закрыл эту трассу. В результате машины врывались в смертельный огонь. Чиновников обвиняют в недостаточно быстром реагировании на чрезвычайную ситуацию. И когда огонь повредил инфраструктуру, люди остались один на один со стихией. Как только начались пожары, мы оказались отрезанными от воды и электричества. У некоторых людей были колодцы, но выкачать воду оттуда, чтобы погасить огонь, без света невозможно. Пожары распространялись с невероятной скоростью. Этому способствовало огромное количество эвкалиптов. Они очень популярны в Португалии у бизнесменов. Быстро растут и дают неплохую прибыль при производстве бумаги и целлюлозы. Но их кора легко воспламеняется. Если бы было больше разновидностей деревьев, не было бы таких огромных потерь. Многие владельцы потеряли свои леса, а люди потеряли работу. Местные жили с этих деревьев. Люди требуют от правительства разобраться, почему лесное хозяйство было брошено на произвол судьбы. И ничего не делалось для предотвращения такой трагедии. В Германии выпустили банкноту в 0 евро. Хоть купюра и сувенирная, но на ее печати рожом 500 штук дал официальное разрешение Европейский Центральный Банк. Купить необычный сувенир за 2,5 евро можно в немецком городе Киле. На банкноте изображен учебный парусник военно-морского флота Германии Горхфок II 1958 года постройки, портом приписки которого и является Киль. Идея создания сувенира пришла не случайно. В 1961-1990 годах изображение этого судна украшало 10-марочную банкноту немецкого Бундесбанка. Взрыв возле полицейского участка прогремел в Магадиша, столице Африканского Сомали. Не менее 4-х человек погибли, сообщает местная полиция. Заминированный автомобиль взлетел в воздух возле оживленной трассы, которая, как правило, наиболее загружена. Данная атака является уже третьей в Магадиша за последние три дня. 15 человек были убиты и 18 ранены во вторник. Тогда заминированный автомобиль взорвали возле правительственного здания в Магадиша. Предполагается, что теракт могли совершить боевики Аш-Шабаб. Эта группировка ведет войну с правительством Сомали. Она декларирует своей целью создание шариатского государства и вытеснение прозападной власти. Аш-Шабаб объявлено террористической в Великобритании и США. Нападение на полицейского в аэропорту Бишоп, штат Мичиган, ФБР признала терактом. Нападающий 50-летний гражданин Канады Амур Втухи атаковал копа с 30-сантиметровым ножом. При этом выкрикивал «Вы убиваете людей в Сирии, Ираке, Афганистане». Втухи зашел в здание аэропорта, некоторое время провел в ресторане, потом пошел в туалет. Там оставил багаж, вынул нож и, выкрикивая «Аллах Акбар», набросился на лейтенанта полиции, дежурившего в аэропорту. К счастью, полицейский в стабильном состоянии, и мы надеемся на его скорейшее выздоровление. Сразу после нападения всех пассажиров аэропорта эвакуировали. Работу гавани восстановили только после того, как убедились, что у нападающего не было сообщников. Задержанному предъявлено обвинение. Спецслужбы Соединенных Штатов и Канады объединили усилия в расследовании инцидента. Полиция провела обыски в квартире террориста в Монреале. Его соседи шокированы случившимся. Втухи обвиняется в применении насилия в международном аэропорту. Максимальное наказание, которое ему угрожает – 20 лет лишения свободы. Тропический шторм Синди убил человека в Соединенных Штатах. Это 10-летний мальчик. По одним данным он утонул, по другим причиной смерти ребенка стал удар обломками, которые поднял в воздух ураган. Непогода бушует у побережья Флориды, Алабамы, Миссисипи и Луизианы. На очереди Техас. Скорость ветра внутри Синдии иногда достигает 95 км в час. Население прибрежных штатов готовится к полноценному удару стихии. Власти говорят, что возможна даже эвакуация людей. Они сказали проверить, что страховка и документы на месте и приготовиться бежать. Очень опасными для жизни американцев могут быть стихийные наводнения. В некоторых районах вода уже залила улицы. Внезапно пришла вода, почти накрыла дом, но полиции и пожарные успели вовремя. Спасли всех. Фантастика. Скорость движения Синди 13 км в час. Метеорологи считают, что такую скорость она будет сохранять, пока полностью не дойдет до суши. После этого ураган должен постепенно терять свою невероятную мощь. Нежелательный трон. Британский принц Гарри сделал откровенное признание в интервью американскому еженедельнику Ньюзвик. Его спросили, если кто-то в королевской семье, кто хотел бы стать монархом. Не думая, ответил Гарри и уточнил, несмотря на отсутствие желания, каждый готов занять трон, если придется. Во время интервью Гарри признался, что живет жизнью обычного человека, в частности, ходит сам за покупками. И подчеркивает, простой жизни его научила мать, покойная принцесса Диана. При этом во время разговора Гарри ни разу не вспомнил о своем отце, принце Чарльзе. Он, кстати, первый в очереди на королевский престол. Следующий претендент на место Елизаветы II – старший брат Гарри Уильям, который накануне отметил 35-летие. Непогода ударила по северу Китая. Ливневый шторм практически парализовал город Тяньшань. Уровень воды поднялся на один метр. Она залила магистрали и заблокировала местных жителей в их домах. Спасателям пришлось пересесть в лодке. В Ханьдане сильный ветер выкорчевывал деревья. Одно из них упало на машину. Семь человек пострадали. В Сянхе школы закрыты до понедельника. В Синтае остановилось движение. Проблем дожди добавили и автомобилистам китайской столицы – Пекину. На дорогах увеличилось количество полицейских. Пытаются не допустить образования пробок. Синоптики прогнозируют, что север страны будет страдать от ливней до выходных. Захват заложников и взрывчатка в Банке Японии. Такую легенду отработали антитеррористические подразделения страны восходящего солнца. Это часть подготовки к обеспечению безопасности в стране во время Олимпийских игр 2020 года. Преступник повержен. Осталось разобраться с чемоданом, в котором, согласно легенде, бомба. Саперы без проблем справляются с этой задачей. Всего около 40 человек приняли участие в этой тренировке. Почти в пять раз больше людей было задействовано в учениях в токийском аэропорту. Здесь – эвакуация пассажиров и предотвращение взрыва. Воображаемая бомба снова в чемодане. Учения заканчиваются после того, как макет помещают в специальный автомобиль со взрывоустойчивым контейнером. В России растет производство безалкогольного пива. Только за прошлый год продажи такой версии продукта в стране выросли на 12%. Таким образом, пивовары пытаются компенсировать потери, вызванные ужесточением законодательства. А также, по их словам, поддерживают мировой тренд. Главное – это, безусловно, тренд здорового образа жизни, который касается не только пивной индустрии, касается абсолютно всех продуктов и всех рынков. Россия в этом движении тоже уже участвует. Пивовары считают, что именно безалкогольное пиво будет популярным среди гостей чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в следующем году. Мнения потенциальных потребителей пенистого напитка без градуса разделились. Мне кажется, если человеку нравится именно вкус пива, но он не хочет ходить под шафе и пьяным там вандализмом заниматься, почему бы и нет? Я считаю, это нормальная практика, как и в Европе. Я думаю, что это неактуально. Я вообще не понимаю. Это безалкогольное пиво, резиновые женщины. Как бы нет. Все должно быть натурально. На сегодняшний день доля безалкогольного пива в России составляет чуть больше 1% от всего пивного рынка. Для сравнения, в Германии это 5%, а в Испании 13%. Музыка в стиле техно, зажигательные танцы и жара. Как заставить посетителей фестиваля под открытым небом покупать алкоголь? Похоже, предприниматели нашли рецепт. Этот парень несет через столпу лоток с угощением, которое вполне может стать новым трендом в немецкой столице. Это ледяные коктейли. Выглядят они как обычное мороженое, но осторожно содержат 11% алкоголя. Производители уверены, их ноу-хау будет пользоваться огромным спросом. Особенно, когда столбики термометра в Германии достигли плюс 35%. Пока у нас есть 6 ароматов с алкоголем до 11%. Это все эскимо. Мы работаем со свежими фруктами. У нас есть клубника от дайкири, манго дайкири или джин и тоник. И все в порядке. Производители небольшая берлинская компания уверяют, используют исключительно свежие ингредиенты. И надеются, что их продукция будет востребована и на частных вечеринках, и на крупных музыкальных мероприятиях. И не безосновательно. У меня джин-тоник, он маленький, но эффективный. Это довольно забавно. Это творческий подход и идеально подходит для лета. Отличная вещь. Это очень классно. С такой погодой это лучшая идея. Жару очень освежает. Похоже, предложив покупателям алкогольное мороженое, производители попали в яблочко. Ведь, по прогнозам, лето в Германии и в целом по Европе в этом году обещает быть жарким. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова